Массовые протесты проходят в эти минуты по всей Америке. Демонстрации за ужесточение оружейных ограничений организовали более чем в 800 городах США. Самая крупная в Вашингтоне. По данным организаторов, там участие в митинге принимает до 300 тысяч человек. Вышли не только жители столицы, но и люди, приехавшие из других городов и штатов. Основное, чем недовольны участники, это попытки новой администрации решить проблему школьных расстрелов путем раздачи оружия учителя. Конечно же, никто не должен заставлять учителей носить с собой оружие. К чему перекладывать на них проблемы, которые политики сами должны решить. У преподавателей и так слишком много обязанностей. Вообще, как они хотят закупить стволы для школ, если во многих из них нет денег даже на канцелярию? Серьезное оружие не должно быть на улицах. Оно нужно только для войны. Сами солдаты это признают. И необходимо усилить проверки тех, кто покупает стволы. Потому что столько уже случаев, когда люди, у которых проблемы с головой, спокойно приобретают оружие и убивают людей. Идею собрать Америку на акцию протеста предложили школьники, выжившие во время недавней флоридской трагедии под их петицией уже десятки тысяч подписей. Основное, чего они хотят, запретить в стране продажу штурмового оружия, которое применяли стрелки во время резонансных преступлений. И ликвидировать юридические лазейки, позволявшие купить оружие тем, кому продавать его не должны. Такие же лозунги на митинги в Вашингтоне, причем разделяют эти идеи так много людей, что таксисты решили подвозить участников акции бесплатно. А жители столицы предлагают бесплатный ночлег, приехавшим на митинг из провинции. Белый дом на эти требования пока не отреагировал.